Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Первая студия». Мы продолжаем комментировать наиболее важные и интересные события в жизни нашей республики. Вначале по традиции я назову тему и представлю гостя нашей студии. Итак, завтра, 14 апреля, в Махачкале, в здании исторического парка «Россия. Моя история» с часу дня начнет свою работу Всероссийская ярмарка трудоустройства. О всех деталях этой акции мы попросили рассказать Хихасурова Магомед Загид Магомедовича, заместителя министра труда и социального развития нашей республики. Магомед Загид Магомедович, мы приветствуем вас в нашей студии, но на самом деле нас, журналистов, заинтересовал тот факт, что в данной акции, в данной ярмарке примут участие одновременно все субъекты Российской Федерации. Пожалуйста, расскажите о сути, какова основная идея данной акции. Прошу вас. Эта ярмарка впервые проводится в таком виде, ярмарка вакансий. Она будет во всех субъектах, она будет, более того, она будет практически в один день во всех субъектах. В Махачкале это будет у нас завтра, и там будут представлены более 80 работодателей, которые будут крупные предприятия республики Дагестан, которые представят свои вакансии, порядка 500 вакансий. Также будет представлено более 5000 вакансий за пределами республики Дагестан, в других субъектах нашей страны, чтобы дагестанцы могли трудоустроиться. Ну вообще неплохие цифры, да, согласитесь. То есть наши предприятия, наши организации уже обозначили, мы готовы предоставить 500 рабочих мест, значит, для дагестанцев. Да, да. Так, дизель, завод Гаджиева, концерн Кэмс, Каспийский завод Стекловолокно, акционерное общество Мостоотряд 99. Для сведения, сейчас эта компания Мостоотряд 99 строит водовод из Черкея в Буйнакск. Стоимость водовода более 2 миллиардов рублей. И еще у них несколько контрактов тоже на миллиард-полтора. То есть посмотрите, какие компании объявляют вакансии, да. Это говорит о том, что, в принципе, заработная плата будет более чем достойной, да. Мы можем, кстати говоря, ну вот продолжить этот список. Акционерное общество ДНЕП, все знают, Визаж Косметик, фирма АС, ЗМ Групп и так далее, и так далее. То есть все эти компании на слуху. Они достаточно популярны, известны, да. И вот они, в том числе и они, конечно, объявляют вакансии. У нас люди пытаются к ним устроиться как-то, ищут какие-то возможности, знакомства. А тут, пожалуйста, вот она акция. Пожалуйста, продолжайте. Да, мы, это ярмарка вакансии, то есть мы хотим показать, как работает вообще сфера занятости республики. То есть порой бывает, что люди редко обращаются в центры занятости. То есть они пытаются как-то найти через объявление или что-то. Но на сегодняшний момент Министерство труда и социального развития в лице центров занятости может представить расширенный спектр услуг. То есть это и профобучение, то есть если человек хочет переобучиться с одной профессии на другое, то есть через центры занятости эти обучения могут проходить. То есть человек заявляется, его бесплатно переобучают. Также мы можем предложить вакансии, которые есть. Сегодня в центрах занятости Махачкалы, то есть у нас есть центры занятости в каждом муниципальном образовании республики. Во всех десяти городах? Во всех десяти городах на сегодняшний момент у нас находится 52 центра занятости в каждом муниципалитете республики Дагестан. То есть от Махачкалы кончает Ратульский. Ну конечно надо сказать, что возможности не безграничные. Люди приходят, допустим, он юрист или экономист. Конечно, допустим, вакансию по специальности найти будет трудно. Но опять-таки, то, о чем вы сказали, можно переобучиться, причем в центре занятости это можно сделать совершенно бесплатно. Ну, с другой стороны, как можно рассуждать? Ну, в принципе, рядом в вашем городе есть центр занятости. Да ради бога, зайдите, зарегистрируйтесь, расскажите о своей проблеме. Ну помогут, помогут, ну и хорошо. Ну в данном случае, конечно, очень серьезная акция, всероссийская. Пожалуйста. Да, плюс еще она будет проходить в два этапа. То есть если завтра будет региональный, потом будет у нас федеральный. 23 июля будет федеральный, то есть тоже так же проходить масштабно. То есть, да, и вот я повторюсь, это все одновременно в один день там будет проходить. Там у нас будут мастер-классы, мы будем показывать успешных предпринимателей, то есть, да, как бы, людям есть на что посмотреть. Скажите, пожалуйста, как можно стать участником? Как можно стать участником? Кто может претендовать, так сказать, на участие? Любой человек, насколько я понимаю, да? Да, любой человек может претендовать, стать участником. То есть, более того, сейчас зарегистрироваться можно на портале «Работа в России» или прийти в сам центр занятости. Махачкалининский, он находится в здании Министерства труда и социального развития, Аббакарова, 117. Да, Магомед Загид Магомедович, я вот прошу прощения, давайте мы немножко с вами уточним. Вот завтра, 14 апреля, в час дня, в здании исторического парка «Россия. Моя история». Вот там что у нас будет завтра? Если люди начнут туда приходить, там их, значит, примут, обработают информацию, но если людей придет много? Мы рассчитываем, мы рассчитываем, что завтра придет порядка трех тысяч человек. Трех тысяч человек, да? Да, то есть, там будут профориентационные работы, то есть, мы будем показывать, рассказывать. Также они увидят успешных предпринимателей, также они могут посмотреть себе вакансии. Ну, в общем, интересно будет, да? Очень, очень, очень. Ну, я посмотрел по вашим документам, я так думаю, что нашим телезрителям это интересно. Значит, вы приглашаете и студентов, и школьников, вы приглашаете родителей, то есть, родители без своих сыновей, без своих дочерей сами могут прийти, посмотреть, изучить, встретиться, поговорить, значит, сделать заявку, да, отдать свои документы, как-то все это оформить. Вот, ну, это можно сделать совершенно спокойно. Это интересно, да, это интересно. Скажите, пожалуйста, а вот если, предположим, у человека есть работа, ну, вот есть работа, и он все-таки хотел бы, как бы, знаете, поискать работу более высокооплачиваемую и более перспективную, можно прийти и обратиться? Конечно, конечно, нужно приходить, нужно обращаться, потому что, как я сказал ранее, я повторюсь, у нас есть, если вот у человека есть одна профессия, он может переобучиться за счет центра занятости и посмотреть, попробовать себя вот более высокооплачиваемой профессии, которые будут представлены. Там же будут непосредственно сами работодатели, то есть, с ними можно поговорить, какие условия, какие... Ну, я уже перечислил ряд, я перечислил, может быть, 5-7, а всего более 80 работодателей, которые завтра будут предлагать, значит, вакансии, более 500 вакансий. Вообще это хорошо, вот нам, журналистам, эта информация душу греет, да, что вот завтра, в ближайшие дни, 500 квалифицированных наших, значит, юношей и девушек, значит, получат работу, устроятся и будут продолжать свою деятельность уже в наших компаниях, да. Вот, это хорошая информация. Скажите, пожалуйста, вот что касается второго этапа, всероссийского, значит, конкурса, здесь как это все выглядит? Пожалуйста. Ну, здесь оно будет проходить 28-го, 23-го июня. Да, да, 23-го июня, тоже это будет масштабно, это уже будет онлайн-трансляция, то есть, как бы, более все развернут, более масштабно, собираемся проводить. Тоже в музее «Моя история». Ну, пока мы не определились, то есть... Ну, скорее всего, да. Это уже так же будет, то есть, хотим видеть еще больше людей, потому что мы, у нас, как получается, система занятости уже сейчас модернизирует. То есть, у нас прошел первый этап модернизации, то есть, Махачкалинский центр занятости, вот он стал более современный. Магомед Загид Магомедович, мы к вам, значит, специалистам Министерства труда и соцразвития, в общем-то, неплохо относимся. Знаете, по какой причине? По той, что вы стараетесь найти работу для инвалидов. Это вот одно из направлений вашей работы, да, это очень трудное направление, потому что нужно разговаривать с предпринимателями, надо их уговаривать, надо им предлагать какие-то преференции, правильно, да? Для того, чтобы они взяли людей с ограниченными возможностями. И вот только хотя бы за это, в общем-то, конечно, мы действительно вам благодарны. Вот устройство инвалидов. А что касается вот всей остальной части населения, ну вот, пожалуйста, ярмарка, да? Вот посмотрите, да, вот сейчас наверняка наши телезрители заинтересовались именно тем, что в этой ярмарке предприятий, в ярмарке трудоустройства участвуют все субъекты Российской Федерации. Еще раз, что это означает? Они предоставляют свои рабочие места. У нас есть договоренности с субъектами, то есть вот если житель Дагестана хочет попробовать найти себя в другом регионе, то есть у нас есть работы. То есть это может быть вахтовый метод, это может быть сезонные работы, то есть человек приходит в центр занятости по месту проживания, мы ему представляем перечень работ, которые в других регионах, да, и человек может поехать спокойно. Там есть работа и с проживанием, то есть там есть и не с проживанием. Я прошу прощения, полная информация, да? Конечно. То есть человека встречают, значит, предоставляется ему место для проживания и рабочее место и все условия, что называется уже вся информация на берегу, да? Да, да. Здесь, в Дагестане, здесь уже скажут, какая зарплата, какие условия, вахтовый или этот метод, что у нас с проживанием, есть ли возможность устроить супругу, есть ли у нас возможности для детского садика и школы и так далее. То есть на все эти вопросы ответят. Вот почему ярмарка – это хорошая вещь. Да, она и хороша, да, потому что от и до. То есть человеку могут даже, мы можем, есть такие, например, работодатели, которые оплачивают и может переезд, проезд. То есть все эти детали, то есть она будет масштабная. То есть все в комплексе. То есть все в комплексе, все в одном месте. Ну, вы знаете, вот этот сегмент, вот это направление, мне кажется, тоже будет интересно нашим землякам, дагестанцам, поскольку, в общем-то, они достаточно активно и с удовольствием переезжают в другие регионы, работают, довольны тем, что они там работают, поскольку, в общем-то, достаточно прилично зарабатывают, да, приезжают сюда, покупают квартиры, покупают автотранспорт, вот, в общем-то, довольны, да, И работают практически до пенсии. Поэтому, мне кажется, вот это направление наиболее будет заинтересовано у наших людей. Так что вот что говорить, да, милости просим. Кстати говоря, если говорить о профессиях, какие профессии наиболее востребованы? Вот вы сказали, 500 вакансий наши предоставили, 5000 со всей страны. Вот какие профессии наиболее востребованы? Ну, в основном, если на сегодняшний момент брать, это кондитер, повар, медицинская сестра, юристы, экономисты. То есть он-то у нас постоянно обновляется. У нас есть список востребованных профессий, список по части работодателей. И также у нас есть, более того, у нас есть списки профессий, которые популярны, на которых люди хотят переобучаться. То есть, да, он постоянно, конечно, сейчас, например, работодатели ищут больше, например, гиды. То есть, в связи с... А, гиды. Да, да, туризм, то есть, вот, пошло. То есть, много у нас запросов по части, вот, гостиничных, вот, сферы услуг, то есть. Понятно, понятно. Но это наши предприятия, да, как бы, вот, как бы, значит, дают такие заявки. А что касается других субъектов Российской Федерации, особенно дальневосточных округов, там, наверное, все-таки больше хотят получить рабочие специальности. Да, да, там больше строительные специальности, то есть пахтовые методы, то есть там больше вот так идет. Ну, честно говоря, здесь, конечно, мы уступаем по части уровня заработной платы, значит, дальневосточным, вот, сибирским округам. Здесь мы вообще не можем конкурировать. И если молодой человек или сам, или со своей семьей захочет поехать и работать там, то, конечно, мы тут, они тут вне конкуренции. Они, конечно, будут выглядеть более предпочтительно. Но то, что туда поедет работать наш дагестанец и заработают приличные деньги, это хорошая информация, да, которая всем нам, конечно, будет нравиться. Ну, отличная инициатива, конечно, вот провести такой форум. Ну, вот, кстати говоря, вы знаете, я на что обратил внимание, вот крупные компании, в том числе эти, которые я перечислил, вот у них, значит, есть менеджеры, привлеченные, привлеченные менеджеры с других российских регионов, да. Это, это, ну, как вы сказали, для модернизации нужна соответствующая квалификация, поэтому они приглашают. Так что, в общем-то, наверное, и часть специалистов мы пригласим из других регионов для того, чтобы совершенствовать, кстати говоря, и тот же туризм. А где у нас специалисты, а где у нас профессионалы? Их, ну, если нет, почти нет. Поэтому будем приглашать, активно будем приглашать профессиональных менеджеров, которые способны работать в туризме. Это, это, это здорово. Так, ну, вот сказано еще, что можно стать партнером. Объясните, пожалуйста, что такое стать партнером всероссийской ярмарки? Партнерство, это, получается, что работодатель, он выставляет свою площадку, предлагает свои вакансии. Тоже это можно обратиться в центр занятости города Махачкалы или через портал «Работа в России». То есть и уже к федеральному, то есть федеральному, федеральной ярмарке вакансий уже участвовать в более масштабной. Адрес электронной почты, адрес электронной почты мы выставляем сейчас в прямом эфире. Наши телезрители видят адрес электронной почты на своих экранах. Пожалуйста, запишите. И практически на все вопросы есть ответы вот по этому адресу электронной почты. Магомед Загид Магомедович, еще раз объясните, пожалуйста, для жителей наших городов и районов, да, 10 городов, 42 района. Но, судя по всему, не обязательно приезжать в Махачкалу завтра в час дня, значит, центр, значит, «Моя история». Достаточно обратиться куда? Гражданин может зарегистрироваться на портале «Работа в России», там в графе «Вбить республика Дагестан» и уже там будет выведено место проведения. Вся информация. Вся информация более подробная и, конечно, через центры занятости, которые находятся в каждом муниципальном образовании. Да, в принципе, везде, да, есть центры занятости. Для того, чтобы, да, взять всю информацию, ну, мало ли, да, вдруг у человека нет компьютера, нет возможности зарегистрироваться на портале вот по адресу электронной почты, тогда нужно просто зайти в центр занятости населения по месту жительства и сказать, вот передача была, по телевидению говорили о всероссийской ярмарке, мы хотим зарегистрироваться с тем, чтобы получить информацию о вакансиях по всей стране, по всей стране. И такая информация, значит, будет предоставлена гражданину в центре занятости. Да, это очень важно. Слушайте, ну, на самом деле, я не знаю, чем это все закончится, но мне кажется, в любом случае, что это удачный формат, удачное, так сказать, решение провести всероссийскую ярмарку вакансий. Скажите, пожалуйста, в случае успеха, а я в этом не сомневаюсь, можно ли рассчитывать на то, что мы каждый год будем, значит, организовывать такие мероприятия? В случае успеха, конечно, то есть более того, мы систематически проводим ярмарки вакансий, то есть в каждом муниципальном образовании. Они постоянно проходят, то есть, ну, вот такого масштабного, то есть это... Никогда не было? Да, да, да. Такого масштаба никогда не было? Каждый муниципалитет, он отдельно, то есть, и часто у нас проходит в вузах ярмарки вакансий, то есть выпускникам мы рассказываем, в медуниверситете, то есть была ярмарка вакансий, то есть в медуниверситете, вот в ДГУ, ну, вот масштабно оно впервые, и если этот формат будет так... Принят за основу? Да, принят за основу, то мы хотели, хотелось бы, конечно, периодически вот это все проводить. Ну, от одного Дагестана мало что зависит, вот тут, в общем-то, ну, я уверен, что Министерство труда и соцразвития Российской Федерации обязательно поддержит эту инициативу, и каждый год вот вся страна, как одна семья, да, как пальцы одной руки, все будут участвовать в этой акции с тем, чтобы просто помочь людям трудоустроиться. Какая разница, здесь работать или там в Хабаровске, или там в Астрахани, я не знаю, в Москве, там, в Благовещенске, да где угодно, да, в Челябинске, в Оркуте, да ради бога, да, страна одна, в общем-то, паспорт один, можно переезжать, узнавать культуру, узнавать природу, в общем-то, все это хорошо, все это насыщает человеческую жизнь, делает ее богаче, вот, да и, собственно говоря, и заработать можно значительно больше средств, так что это все хорошо, вот, и вот еще один такой момент, вы сказали о том, что, да, значит, туризм, сфера туризма, обслуживание туризма, судя по всему, вы получали какие-то инструкции в плане того, что вот этому направлению нужно уделить больше внимания, да? Не, не то, что инструкции, мы, в принципе, анализируем. Сами понимаете, да? Да, да, мы у нас, мы анализируем, мы видим, например, на сегодняшний момент, какие работы интересны гражданам, и также мы видим, на что они хотят переобучаться, то есть, да, как бы на сегодняшний момент, вот, туризм у нас очень сильно развитый, у нас, в принципе, народы работящие, гражданцы, такой народ, который не боится работы, который, как бы, хочет работать, ну, вот, сезонные работы, тут же, например, сельское хозяйство, да, так, у нас много-много мероприятий, которые связаны с трудоустройством, но вот, вот, и эта ярмарка вакансии, она, как вам сказать это правильно, более доходчива, мы хотим людям донести, что есть центры занятости, есть возможность, есть государственное учреждение, которое может подыскать людям работу, то есть, да, не всегда это... И не просто подыскать, еще и подучить. Да, подучить, то есть, да, Министерство труда и социального развития Республики Дагестан прикладывает все усилия, правительство Республики прикладывает все усилия, то есть, людям можно бесплатно получить работу, встать на учет, получить пособие при безработице, то есть, да, как бы, весь спектр услуг показать, что такое вообще занятость, донести людям. И, кстати говоря, да, для предпринимателей, которые только начинают свою деятельность, для самозанятых, да, есть, в общем-то, материальная помощь, да, которая также предусмотрена законодательством, люди могут получить необходимые средства для того, чтобы начать свое малое дело, да. Это также все осуществляется через ваше министерство, да. Да, через Центр занятости. И потом, вот то, о чем вы сказали, на самом деле, это интересная вещь, когда семья понимает, что вроде бы ребенок учился, получил специальность, но сейчас, к сожалению, она не востребована. И вот вы в своих центрах занятости готовы бесплатно переобучить молодого человека или девушку другой специальности, более востребованной, да? Конечно, да. И все это вот... Скажите, пожалуйста, а вот какие специальности и много ли специальностей вы можете предложить в качестве переобучения? Ну, у нас всегда есть ряд популярных специальностей, то есть это у нас на сегодняшний момент в реестр специальностей сходят 72 специальности. 72 специальности? Да, да. Это вот та же, например, медицинская сестра, швия, парикмахер, водитель автомобиля. То есть Центр занятости может переобучить, получает человек сертификат, и также вот через этот же Центр занятости может трудостроиться. Всего 72 профессии? Ну, это на сегодняшний момент, которые популярны, переобучение. Мы как? Мы проводим, опять же, анализ, люди нам пишут там. Понятно. Да, хотим обучиться на это, на то, и как бы этот реестр, он увеличивается, вот, все больше и больше. Ну, Магомед Загид Магомедович, ну, интересно, конечно, интересно все это. Самое главное, это нужно людям для того, чтобы действительно каким-то образом быть востребованным в обществе, работать, зарабатывать и жить интересно, и, в общем-то, зарабатывать необходимые средства для того, чтобы кормить свою семью. Вот. Ну, собственно говоря, все. Если у вас есть еще, значит, какая-то информация для наших граждан, пожалуйста, вы можете сказать или обратиться. Пожалуйста, в заключение. Дорогие дагестанцы, я бы хотел, чтобы вы все приняли участие завтра в ярмарке вакансий, который пройдет в историческом парке у нас в 14.00. В 13? В 13.00. Будем всех рады, будем рады видеть всех. Ну, по крайней мере, будет интересно. Действительно, большое количество организаций, предприятий. В общем-то, вы там, значит, организовали много встреч, достаточно красочно будет. Поэтому, в общем-то, можно будет прийти и провести достаточно интересно время. Еще раз я повторяю нашим телезрителям, что, в общем-то, не обязательно приходить, значит, с молодым человеком или с дочерью, с сыном. Родители могут сами прийти и получить всю информацию, зарегистрироваться, выслушать. Если дети свободны, то, пожалуйста, в общем-то, и дети тоже могут прийти. Все, спасибо. Спасибо огромное. Посмотрим, посмотрим. Мы, журналисты, будем рядом, будем, значит, снимать, показывать нашим телезрителям о том, как это все идет. И надеемся, конечно, что все 500 вакансий будут, значит, завтра закрыты. А что касается 5000 вакансий по нашей стране, то и в числе этих вакансий будет достаточно большое количество наших дагестанцев. Вы сказали о том, что дагестанцы любят и хотят работать. Да, они любят и хотят работать. А еще у них есть желание к знаниям, к приобретению новых профессий. Вот, это все хорошо. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, это была программа «Первая студия». Спасибо вам большое за ваше внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин